Екатерина Николаевна, что у нас с Новым Годом приближается? С такой шутки начали представления ребята из детского дома «Радуга». Свой спектакль «Новый Год в театре» дети стараются отыграть на отлично. Ведь среди зрителей сегодня важный гость – губернатор Павел Коньков. Мы просто хотели сделать веселый, задорный спектакль. Как актеры ведут себя перед Новым Годом, как они волнуются. Но все же, как они хорошо выступают, получаем мы сами удовольствие от этого выступления. Театральная студия «Детский остров» позволила зрителям взглянуть за кулисы. Ребята показали, как артисты готовятся к концертам и как нервничают перед выступлением. Ну что? Полный стой! Эта студия существует уже 10 лет и за это время завоевала много почетных наград. Ребята выступают в Ивановских школах, университетах. Частые гости они и в музыкальном училище. Мы являемся лауреатами 5, по-моему, всероссийских и 2 международных конкурсов. В нашем репертуаре 10 спектаклей, они разноплановые. Начиная от веселой музыкальной «Алисы» и заканчивая спектаклем о войне. После выступления Павел Коньков поздравил ребят с наступающими праздниками. Театральной студии губернатор передал специальное световое оборудование. Воспитанники детского дома получили сладкие подарки. Они прежде всего подлили настроение себе, они подлили настроение всем нам. И хотелось бы, чтобы они это настроение взяли с собой в новой 2017-й. Ну а мы со своей стороны, мы сделаем все, чтобы им было хорошо, им было комфортно, чтобы они были здоровы, чтобы они были успешны и были счастливы. Новогодние праздники для воспитанников 12 детских домов региона традиционно организованы в рамках благотворительной акции «Новогодний поезд». И на станции «Радуга» ребята получили капельку настоящего предновогоднего волшебства.